Почему аффирмации не работают? В чем вред аффирмации? И как правильно заниматься гипнозом и передавать самому себе установки команды? Обо всем этом поговорим в этом видео. Если вам эта тема интересна, обязательно досмотрите это видео до конца. Приветствую! Меня зовут Павел Кольц, я тренер, колыш-психолог и уже более 20 лет я помогаю людям входить в транс и договориться самим собой о достижении цели. Почему я имею право говорить на эту тему, как внушить себе какие-то результаты, как добиваться успеха? Очень просто. Всего несколько фактов. Первое. Я автор четырех книг-бестселлеров по практической психологии. Общий тираж книг свыше 100 тысяч экземпляров. Это факт. С этим спорить нельзя. Можете поискать в интернете, там кое-где остались еще мои книги. Второе. Я занимаюсь тренингами уже более 20 лет и у меня свыше трех тысяч отзывов клиентов на мои тренинги. Тысяч! Причем не какие-то подделки, а из, в частности, во Вконтакте, где можно там, собственно, с моими клиентами списаться, убедиться, что все это правда. И третье, собственно, на том, что я собираюсь вам дальше рассказать, я лично заработал много десятков миллионов рублей. Поэтому я имею право рассказывать о том, как на самом деле работает сам гипноз, внушение, почему аффирмации не работают, что нужно делать, чтобы у вас все на самом деле не заработало. Так вот, в чем вред аффирмаций и почему аффирмации не работают? Потому что аффирмации – это извращенный, чудовищный, уродливый способ самогипноза. Аффирмации – это полная херня. Аффирмации не работают. Если вы утверждаете, что аффирмации работают, можете ли вы назвать хотя бы одного человека, которого вы лично знаете, нигде там в интернетах, ни в фильмах, ни в книжках, а вот вы лично знаете хотя бы одного человека, который смог хотя бы стать рублевым миллионером, я уж не говорю там про долларового миллионера. Нет, потому что аффирмации не работают, потому что аффирмации – это чудовищно вредная штука, которая разрушает вашу психику. Почему? Потому что когда вы занимаетесь аффирмациями, что вы делаете? Вы себе врете. Что делает человек обычный? Он говорит, я богатый, я успешный, у меня, я популярный, я известный, у меня все хорошо. При этом он жрет доширак, ходит в обуви, у которой отклеилась стелька, он не может купить себе новую обувь, приходится ему подлатывать, относить в ремонт, потому что новую обувь у меня доступна. Я популярный, я известный, я популярный, я известный, собственно, и про него знают только бомжи у подъезда, и в соцсетях на него подписано полтора человека, одна мама, вторая кошка. И вот представьте, как бы вы относились к человеку, который вам постоянно врет, непрерывно. Он говорит, я вам помогу, и не помогает, я вам там подарю, не подарит, я тебе за ему денег не дает. Как вы будете относиться к такому человеку, который вам постоянно, каждый день врет? Потому что, скорее всего, вряд ли хорошо, скорее вы будете относиться к нему плохо. Так вот, общение с своим бессознательным это то же самое, что общение с другим человеком. И если вы сами себе постоянно врете, вы себе, если называть медицинским языком, создаете шизофрению. Еще разок, когда вы занимаетесь аффирмациями, вы себе создаете шизофрению. Почему? Потому что вы говорите, я богатый, я успешный, потом открываю свой кошелек, и видите, там последние 500 рублей. И никаких накоплений нет. И, в общем, у вас скоро выкинут с квартиры, потому что нечем платить за аренду, либо за ипотеку. Говорите, я богатый, я успешный, и потом, в общем, в потной маршрутке или электричке, так вот стиснутый, как банка с огурцами, куда-то там едете. И что, когда думаете о том, что я богатый, успешный, знаменитый, такое сработает? Нет, к сожалению, не сработает. Аффирмация полная херня. Аффирмация разрушает психику, создает шизофрению и отдаляет вас от самого себя. Потому что другим людям, я понимаю, иногда там приходится ворать, но себе нужно говорить правду, самим собой, самой собой нужно быть честным. Это единственный вариант успеха, долгосрочного, который будет работать только на вас. Потому что что люди пытаются сделать в время аффирмации? Они пытаются найти простой легкий способ подняться на вершину. Простой легкий способ решить какую-то свою проблему. Простые легкие способы есть, они, к сожалению, не быстрые. Через самгипноз очень многие вещи можно решить, но это не за три секунды. Не то, что я богатый, знаменитый, вечером побуднил себя под нос, утром проснулся, все, у тебя уже порш у подъезда, тебя зовут на Первый канал и на счету там сумма с девятью нулями. Нет, так, но, к сожалению, не работает. Сам гипноз может очень резко, очень классно кардинально улучшить вашу жизнь. Ну, придется поработать. Причем не во внешнем мире, что там будут, вагоны грузить, а самим собой, научиться договариваться с собой. Потому что люди, которые занимаются аффирмациями, они проявляют насилие по отношению к себе. Они сами себя насилуют. Именно поэтому, если вы обратите внимание, люди, которые занимаются аффирмацией, они никогда не бывают успешными. У меня через мои тренинги прошло тысячи, десятки тысяч клиентов. У меня там множество клиентов говорили в отзывах, в личной работе, когда говорили, я там три месяца писал аффирмации, я там полгода себе внушал, что я стройный, богатый, что за мной мужчины бегают толпами. А потом она выходит на улицу и видит, что от нее мужики шарахаются. Это очередная ложь себе, очередное отдаление себя от самого себя. Поэтому с самим собой нужно быть честным. Для того, чтобы ваше бессоннатное вам помогало, чтобы вы могли легко достигать своих целей. Так вот, как же действовать правильно для того, чтобы вы могли легко достигать своих целей? Более подробно про эту технологию я рассказываю на моем марафоне самогипноз достижения без напряжения. Ссылочка находится ниже под этим видео. Пожалуйста, регистрируйтесь прямо сейчас, потому что там я более подробно буду рассказывать про эту технологию, про то, как она работает, потому что в одном коротком видео, к сожалению, невозможно изложить вся тонкость и все нюансы. Но самое главное, самое основное, я могу рассказать сейчас, в чем заключается самогипноз? В том, что вы относитесь к себе с любовью, в том, что вы относитесь к себе с заботой, в том, что вы себя не пытаетесь изнасиловать, вы не пытаетесь делать себе плохо. Вы себе не врете, вы не пытаетесь себя убедить, что да, я самая прекрасная, я победитель на конкурсе красоты, при том, что глядя на вас, возможно, собаки блюют. В общем, нет, с собой нужно быть честным. Если вы там не звезда короля красоты, нужно признать, ну да, у меня там ноги, там нет ушей, там волосы не до попы, там объемы далекие от 90-60-90. Потому что успех в жизни начинается с того, что вы честно признаете свою точку А. Невозможно в армии, во время войны спланировать наступление войск до тех пор, пока непонятно, какая точка А. Сколько артиллерии, сколько пехоты, сколько самолетов, сколько танков, сколько у нас там есть медиков. Представьте, как будет, если бы военные планировали, сколько у нас есть, а хрен его знает. Да, вот мы должны взять тот город, все, мы туда бежим. А есть у нас поддержка от артиллерии, есть у нас поддержка от дронов, есть у нас поддержка от самолетов, а не важно, все, побежали. Большинство людей почему-то именно таким образом относятся к своей жизни. А сначала нужно честно признать свою точку А, что у вас на самом деле происходит, и что вам вот в этой вашей точке А в настоящем не нравится, чтобы вы могли это изменить. Потому что до тех пор, пока вы, ой, нет, я очень богат, да, я работаю за 40 тысяч, но я очень богат. Херня полная. Это не как на соответствующую реальность. Еще разок напомню, с собой нужно быть честным. Потому что только тогда, когда вы с собой честны, у вас есть шанс совершить рвок наверх. Потому что ко мне в личную работу приходят люди, которые у меня там помогают сделать, там, x2, x5, x10, x30 доходов, у кого-то там за два месяца, у кого-то за полгода, у кого-то за год. Но для начала не признаю, да, что их точка А далека от того, что они на самом деле хотят. Без признания объективной реальности у вас ничего не получится. Поэтому в самогипнозе мы, собственно, признаемся, какая точка А. Вот что есть сейчас, то, что не нравится, что хочется изменить. И, собственно, процесс самогипноза, он состоит всего-навсего из пяти простых шагов. Ну, шаг номер ноль. Определить, что вы хотите, какого результата вы хотите достичь, что у вас, что произошло. После этого, собственно, процесс самогипноза, пять простых шагов. Шаг номер один. Лучше прилечь, либо присесть на кресло куда-нибудь, чтобы можно было откинуться, расслабиться. Шаг номер два. Закрыть глаза, погрузиться в транс. Шаг номер три. Передать подсознательному свою просьбу, свое желание. То, что вы хотите, не в серии, я должен, вернее, ты должен, я требую, мне необходимо. Нет, в серии, ну, дорогой бессознательный, у меня вот есть такое пожелание. Мне бы хотелось вот и дальше, собственно, то, что вы хотите. Причем в положительной формулировке. Причем желательно, чтобы, ну, вот на этапе номер три, когда формулируете желание, чтобы это было не в формате слов, потому что наши бессознательные слова с трудом понимают. Желательно, чтобы вы представляли это в виде образов. Шаг номер четыре. Продолжить погружаться в транс, чтобы запустить процессы достижения вашей цели. Шаг номер пять. Выйти из транса, жить своей жизнью. Ну, и, собственно, шаг номер шесть, ну, собственно, получить желаемое через какое-то время. Срок там, ну, у моих клиентов в среднем где-то от одного дня до одного года они получают то, что не хотят. Еще разок, я имею право говорить, что технологии работают, потому что на этой технологии я лично заработал десятки миллионов рублей. Именно вот эта технология самогипноза помогает мне, в общем, достигать моих целей. Собственно, она может помогать и вам. Так что, если вам это тема интересна, ссылочка, конечно, под этим видео. Регистрируйтесь, пожалуйста, на мой марафон самогипноз достижения без напряжения. Там мы более подробно будем говорить про то, как входить в транс, какие виды транса бывают, как давать себе установки, какие есть ошибки. Потому что, ну, самое главное, ошибку мы разобрали. Аффирмациями заниматься нельзя. Аффирмации задают шизофрению, и они отдаляют вас от самих себя. Потому что, когда вы занимаетесь аффирмациями, вы себе врете. А чем больше вы себе врете, тем меньше доверия со стороны бессознательного к вашему сознанию, и тем, соответственно, тяжелее, труднее, более скучной, более унылой, более стрессовой будет ваша жизнь. На мой взгляд, лучше, если жизнь легкая, классная, веселая, с вызовами, но без излишнего стресса. Потому что именно такая жизнь помогает нам развиваться. А для этого, опять же, нужно доверять себе, честно признавать свои точки А. Вот в точке А, что у вас находится, что вам не нравится, признать. Потому что только тогда вы сможете это изменить. Что вам было понятно, как работает технология самгипноза, чтобы у вас хорошо проходил третий этап, когда вы себе передаете установку, передаете своими бессознательными желаниями, необходимо, чтобы у вас освоили хорошо этап номер два. Этап номер два – это погружение в транс. Что вам было более понятно, как работает самгипноз, ниже под этим видео будет ссылочка на базовую технику вхождения в транс, базовую технику самгипноза через расслабление. Можете ее попробовать, она как раз позволит вам начать погружаться в состояние. Потому что состояние самгипноза, оно кайфовое, оно классное, оно великолепное. Оно заряжает энергией, оно пробуждает в вас мотивацию, оно дает вам силы, энергии жить. Оно позволяет вам раскрывать лучшие грани себя. Но для этого нужно доверять себе и научиться расслабляться, погружаться внутри себя. Так что, ну вот рабочая, первая, самая базовая техника погружения в транс ниже под этим видео. Ну а если вы хотите разобраться в этой теме более подробно, если вы хотите освоить технологию самгипноза и там тоже стать известным, популярным автором книг, я про себя это могу сказать. А стать известным человеком, я про себя это могу сказать, потому что я снимался в том числе на Первом канале, выступал на куче конференций. А если вы хотите там зарабатывать много денег, я про это могу сказать. Все это можно сделать при помощи самгипноза. Ссылочка на марафон, где мы будем с этим разбираться, находится ниже под этим видео. Пожалуйста, регистрируйтесь. Ну и если у вас есть друзья, приятели, знакомые, которым было бы полезно это видео, пожалуйста, поделитесь с ними ссылочкой на это видео, потому что они будут вам благодарны. Потому что чем больше в вашем окружении будет сильных, богатых, успешных людей, они будут тащить вас сверх. Поэтому ваш прямой интерес заботится о том, что рядом с вами люди росли. Именно поэтому я записываю это видео, чтобы через эти знания, навыки, фишки, техники приподнимать людей, чтобы они зарабатывали больше денег, становились более счастливыми. В комментариях под этим видео напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Какой у вас опыт в самогипнозе, насколько у вас там получается, не получается, какие были результаты. Ну и если это видео понравилось, нажмите, пожалуйста, на кнопку лайк. Подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих видео. Потому что мой канал посвящен тому, как быть везунчиком-удачником, зарабатывать много денег, дружить с собой, быть в контакте с собой, уметь заниматься сам гипнозом, уметь своему бессознательному передавать свои желания, мечты, цели, чтобы оно помогало вам достигать, и легко достигать своих целей, играя буквально по щелчку пальцев. Это можно сделать, это можно сделать легко, этому я обучаю, собственно, на моих программах. Так что регистрируйтесь на марафон, и до встречи на марафоне. Благодарю за внимание. С вами был Павел Колесов, мой персональный сайт павел-колесов.ру, и да пребудет с вами сила и любовь. Я в вас верю, у вас все получится. Счастливо. Регистрируйтесь на марафон прямо сейчас. Он классный.